ГОСТЭП США опубликовал отчёт о ситуации со свободой вероисповедания в мире. В документ включены главы об Азербайджане и Армении, которые, являясь по существу необъективными, носят ярко выраженный антиазербайджанский характер. Об этом говорится в заявлении общины западного Азербайджана. Государственный департамент, который уделяет большое внимание необоснованным претензиям к армянским религиозным памятникам в Азербайджане, почему-то игнорирует факты полного изгнания азербайджанцев из Армении на почве этнической и религиозной ненависти, уничтожения в этой стране около 300 мечетей, зарегистрированных в своё время государством и всего другого религиозного и культурного наследия азербайджанцев. В упомянутом отчёте Государственного департамента в качестве единственного источника претензий, связанных с Азербайджаном, указаны клеветнические измышления, изложенные тремя армянскими авторами – хачатурянам, гулянам, бакчерианам, которые финансируются якобы Корнельским университетом США, а на самом деле такими экстремистскими организациями, как Всеармянский благотворительный союз и фонд «Арагац», что доказывает предвзятость этого отчёта. Мы призываем Госдепартамент США отредактировать эти главы отчёта, исключить необоснованные претензии и отразить в отчёте свирепствующие в Армении азербайджанофобские тенденции, а также факты систематического разрушения религиозного и культурного наследия Азербайджана, в том числе мечети и кладбищ, нарушая таким образом религиозные права и свободы. Кроме того, мы призываем правительство США приложить усилия, чтобы заставить Армению прекратить разрушение вышеуказанного наследия и восстановить то, что ею уже разрушено. Наконец, мы надеемся, что в соответствии с нашим обращением к государственному секретарю США Энтони Блинкену правительство США приложит соответствующие усилия для обеспечения безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев свои дома, а после возвращения — защиты их прав и свобод, в том числе религиозных, говорится в заявлении.